Продолжаю чтение книги Судей, главу девятую. И вспомните, что я — кость ваша и плоть ваша. Братья-матери его внушили о нем все эти слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, «Он, брат наш!» И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваал-Верифа, Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, семьдесят сынов Ерваловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Ервалов, потому что скрылся. И собрались все жители Сихемские, и весь дом Мелло, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы, горе Зима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им, «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог!» Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине, «Царствуй над нами!» Маслина сказала им, «Оставлю ли я туг мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья смоковницы, «Иди ты, царствуй над нами!» Смоковница сказала им, «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья виноградной лозе, «Иди ты, царствуй над нами!» Виноградная лоза сказала им, «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все деревья терновнику, «Иди ты, царствуй над нами!» Терновник сказал деревьям, «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Ерваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, недорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадянитян, «А вы теперь восстали против дома отца моего и убили семьдесят сынов отца моего на одном камне, и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш? Если вы ныне поистине и по правде поступили с Ерваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется вас. Если же нет, то да изынет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских, и весь дом милло, и да изынет огонь от жителей сихемских, и от дома милло, и да пожжет Авимелеха». И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Биер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем три года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за семьдесят сыновей Ервааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же Игоал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали царя Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил, кто Авимелех, и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иерваалов? И не зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха. И сказано было Авимелеху, умножь войско твое и выходи. Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать, вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты, народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, которые у него выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может, рука твоя. И встал ночью Авимелех, и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема четыре отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и встал у ворот городских, и встал Авимелех, и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу, вот народ спускается с вершины гор. А Зевул сказал ему, — Тень гор тебе кажется людьми. Гаал опять говорил и сказал, — Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Менним. И сказал ему Зевул, — Где уста твои, которые говорили? Кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним. И пошел Гаал впереди жителей Сихемских, и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. Остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда, и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, два другие отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все, бывшие в башне Сихемской, ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все, бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним, «Вы видели, что я делал? Скорей делайте вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около тысячи мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему, «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иервалова.